Народ, привет! Сегодня ваша любимая обзорочка, почем Краков для народа. Итак, переводим сейчас номеру на наш номер. Мы уже все выложили. И Наташа будет вести съемку, а я буду вам рассказывать, что же мы купили в Кракове за всего лишь два дня. Почему два дня? Смотрите видео в описании, потому что визер. Окей, начинаем тогда с кофе. Мы зашли в Карифор и купили кофе. Наташа взяла себе вот такой вот кофе, Традиционал Арабика, все сделано в Польше. Я взяла себе Монмартер, ну типа как под французский, типа. И все эти кофе, любой-любой из них стоит 11,99 вроде. Сейчас посмотрю точно, да, 11,99 стоит кофе. Дальше Наташа взяла себе злотых, да? Да, 11,99 злотых. Все в злотых и все буду перейти в доллары. Такую прикольную наливочку, очень ее все рекомендуют. 28 градусов, маленькая стоит 8,89, но Наташу я так и не выпила. В принципе, молодец. Даже не хочется. Здоровый образ жизни. Дальше. Такой симпатичный ангелочек. Это прелесть. 30 злотых, недешево, но очень классный. Был куплен на площади героев гетто Казимежа. Вот такая вот прелесть была куплена. Там такая галерея, ее даже не видно. Так что обратите внимание на это, прямо на площади. Дальше идет монетка. Монетка стоит 10 злотых. Это такой в замечательной фильме, список Шиндлера. Посмотрите обязательно. Видео тоже уже было или будет. Мы попали в музей. И я захотела именно эту монетку из всех тот МК. Мьюзиум Краков. Можно было и Вавельский замок, и Мариатский костел. Но я захотела именно в музее Шиндлера сделать себе эту монетку. Дальше идут магнитики. Магнитики, смотрите. Это мой магнитик. Я выбрала за 5 злотых. А Наташа выбрала 2 магнитика. Вот таких вот себе. По 8 злотых каждый. То есть один себе, один сувенир. Дальше. Дальше у нас есть 2 классных крема. Нам очень нравится эта фирма. Это лифтинг. Здесь, ну мы много используем разных вариантов этих кремов. И мы нашли их здесь, потому что они сделаны в Польше. Но мы очень долго искали. И в одном киоске, в этом галерея Краковская. Мол очень классный. Мы нашли. Оба стоят, по-моему, да, 119,98. То есть 1,22,44 стоит. Сейчас подожди еще. Да ты что, не может быть. Как же 2,2? Если 119. Он 50 с чем-то стоит. Ой, да, 59,99. Это налог я прочла. И таких два кремочка еще в подарок дали. Мы зачем-то их не использовали. Очень глупо, потому что сегодня была классная погода. Сегодня мы немножечко сгорели. Ну, что используем. Кремочки оставляю. Но было приятно, классный подарок. Дальше футболочки. Классный магазин. Там делал обзор сумочек. Ой, магазинный. Напишу название. Там что-то такое. Очень было. Там два этажа. И вот такие замечательные футболочки. Наташа купила на сувенир. Племяннику. По 2,999. Две футболки мы взяли. Была классная распродажа. Это фирма Макнил. Ну, там были хорошие футболки. И вот эта фирма Том Тейлор. Тоже вот. Могу приподнять, показать. Давай, по нему покажу. То есть там раньше они стоят в два раза дороже. И там уже произошла история, что нам пробили вот эту вот синенькую футболочку. Пробили по цене, как она должна быть. По-моему, 42 с чем-то. Я посчитала, говорю, нет. Возвращались, извинялись. Ну, все нормально. Вот. Бесеринка. Так, что? Так, дальше. Ну, народ. Это просто шикарно. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда. Уберу даже кофе. Шикарная колбаса. Набрали в Карифоре. Замечательные, шикарные подарки. Так, сейчас рассказываю. Это колбаса. У нас салями. Салями, да? Выборно. Салями, вот это, наверное. Ну, вот салями. Выборно 13,39 стоит. Мы взяли три себе и на подарок. Дальше взяли вот такое кабанаси. Такое смешное название. Я там долго стояла, смеялась. Кабанаси Крижицны. Кабанаси Крижицны. 11,39. Слушай, кабанаси, а курица нарисована. Ну, из курицы сделали кабанаси. Можем они... Но польскому так и не зрозумели. Не свезла курица вообще. Могутся, то они про кабана. И тут вот надпись Суча Краковска. Да? Ну, вот Суча написано. Название такое странное. Ну, как бы просто, что я читала, как бы в Краковской нет такой краковской колбасы в Кракове, как мы себе ее придумали. Есть на самом деле... Есть на самом деле просто вот обычная колбаса краковская. Но, видите, она немножко не такая. Сейчас рассказываем, сколько стоит краковская Суча. Очень дорого. 15,99. То есть 16 злотых. Ну, ну, по-моему. Куша там чистое мясо. Да, думаю, да. Так, идем дальше. Что мы взяли с собой в поезд? Потому что это важно покушать. Ну, я думаю, что это останется. Мы просто привезем домой. Одну взяли в салями выборную с паприкой. Я еще долго думала. Но Наташа будет, нет, не будет она сильно острая. 4,49. Я надеюсь. И вот такой вот 150 грамм. Королевский сырок, да? Кролевский. Королевский сырок такой. Он стоит 5,29. 5,29. Вот. Такие у нас подарки здесь. А здесь самое важное. Самое важное из шопинга. Это Наташа уже себе купила шикарные кожаные туфли. Сандалии. Какие же такие? Сандалии, да. Это 179 они стоили. Нужно выйти пройтись. Ну, вот. Сейчас, наверное, Наташа выйдет, пройдется, чтобы уже она. Давайте просто посмотрим, как классно. Посмотрите, как оно сделано все. Вот. Даже мне нравится. Такая, как золотая, я не знаю, цепочка. Что это? Такой ободочек такой шикарный. Дальше оливковое. Мы выбирали, если уже видео вышло. Надеюсь, вышло между черным цветом и оливковым. Но когда Наташа одела черное и оливковое, все-таки ей понравилось больше оливковое. Я сняла видео, мы посмотрели. Рекомендуем тоже, когда вы что-то меряете, снимите видео. Сейчас у всех есть телефоны, снимите видео. Все будет доступно, все будет понятно. Ну, вот такие вот кожаные. Фирма Венеция, типа, да, Венеция. И это была последняя пара. Что еще нам повезло? Что это была последняя пара. И Наташа вот выбрала себе такие подарки. Так что, да, тут лежит чек 179. И вот такая фирма находится на втором этаже Мола Краков в галерее. Мы были только в этом Моле. Нам безумно понравилось. Очень классные вещи, распродажи. На это июнь месяц, может, так уже положено. Ну, вот, то, что я сумочки снимала Майкл Корс и Кельвин Кляйн даже мне понравились. Ну, это вообще, это уровень. Я Наташа подошла и сказала, хм, так всегда. Вот, еще раз смотрите, что можно привезти из Кракола. Мы не планировали покупать много, но когда уже видим, то, знаете, покупаем. Еще, конечно, было у нас куплено много водички, выпито. Ну, много, ну, как много. Пару раз мы перекусывали, особо время не было. Все видео вы или уже видели, или покажем, расскажем. Так что, вот такое на сегодня шопинг. Наташа потом все запишет в проценты, сколько мы в проценты. Да, в проценты. Да, и я вам вывешу картинку. Да, да. Ну, вот, доехали мы уже в Киеве, уже в Украине, переболели, вылечились, все окей. И сейчас финальная часть, огласим цены полностью и проценты. Да, как Олечка вам обещала, а я оглашаю. Значит, сувениры, еда, достопримечательность. На все это у нас ушло 214 евро. Сувениры 90 евро, что составило 42% от всего. Еда 88, ого, 41%. И достопримечательности 36 евро, 17%. А уже такси, электричка ты говорила, да, сколько? Ну, да, я, значит, 22 евро было такси и 105 злотых, напишу в субтитрах, сколько это было в евро, электричка. Совершенно верно, да. Все. Сейчас давайте посмотрим наш вид. Просто мы, когда приехали, был такой дождь, такой дождь. А сейчас просто красота. Вот наш отель Portal House Apartments. Очень рекомендуем, классный отель. То ли 9.2, то ли 9.4. В Букинге это очень много. Смотрите, какая красота. И вот в той стороне уже... Сейчас, дай бог, телефон не выронит. Ох. В той стороне уже старый город. То есть нам идти, честно, минута. А что Наташа еще обнаружила? Сегодня кафешечки там. Посмотрите, это что кто-то так придумал, кто-то сделал. Кафешки просто. Стулья стоят в центре города. Люди наслаждаются, пьют кофе и остальные вкусные напитки. Ну вот, такое сегодня видео. О чем Краков для народа. Мы уставшие. Мы продолжаем наш путь домой, в Украину. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До побачи. Субтитры сделал DimaTorzok